Путешествуя по Тверской улице, мы остановились у здания, где находится редакция журнала «Юность». После смерти Бориса Полевого его возглавил поэт Андрей Дементьев. Он родом из Твери. Его детство пришлось на Великую Отечественную войну. Город Калинин был захвачен врагом. Андрей с матерью в октябре 1941 года под бомбежками выбрались из Калинина. Добрались до Кашина, где жили у чужих людей. Каждый день начинался с того, что по карте следили за тем, как изменялась обстановка на фронтах. После освобождения вернулись в Калинин. Экстерном закончил Андрей Дементьев 9 класс. Хотелось как можно быстрее окончить школу и идти на фронт. Однако, когда Андрей учился в 10 классе, война закончилась. Эти годы навсегда остались в памяти поэта. Жили одной семьей. У всех несчастье, у всех эти похоронки, эти боязни, боязнь этих похоронок. Это налеты, это голод, это тяжелейшие условия учебы, потому что школа не топилась практически. Мы сами на Волге бревна выгружали, мальчишки, девчонки выгружали бревна, потом их пилили, все, чтобы школу хоть как-то в стужи дни отапливать. И вот наши учителя были, конечно, сподвижники, были нам как родители. Все, все. У Андрея Дементьева есть прекрасное качество. Он гордится своими земляками, гордится теми, кто так или иначе связан с Тверской землей, кто является славой нашего Отечества. И это стало неотъемлемой частью его творчества. Я же много написал о наших земляках. Например, поэма Пани Зиматова из Луквенковского района, которая погибла, ее расстреляли в школе. Я туда ездил, стоял у этой стены и думал, что она видела в последний момент, когда ее расстреливали вот в этой школе. И там на стене еще были внятины от пуль. И я написал эту поэму о ней практически там в три дня, потому что я все это пережил. У Андрея Дементьева очень много самых почетных наград. Лауреат Государственной премии СССР, Пушкинской премии, Бунинской, многих международных премий. И все-таки звание почетного гражданина города Твери особое. И это звание носит он с честью.